Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите мой челлендж Апокалипсис, и это уже 12 серия, и я надеюсь, что я ничего не путаю. В общем-то да, всем добро пожаловать! Долгожданное возвращение Апокалипсиса, все очень ждали, когда же наконец-таки я возобновлю выпуск серии по этому челленджу, и наконец-таки это случилось, я надеюсь, что смогу записать довольно-таки много для вас. И да, я думаю, все помните, чем же закончилась наша предыдущая серия, которая была серия сюрприз, потому что играла у нас не я, а играла Трис, и она отыграла просто, по-моему, потрясающую серию, самую лучшую вообще из всех тех, что выходили, потому что у нас теперь появился вот этот вот бомжара, который лежит у нас на лавочке и дремлет. Ладно, на самом-то деле, на самом-то деле, конечно же, я его люблю, потому что все-таки это любимый человек моей любимой Джулии, она от него без ума, это первая и единственная, я все-таки так думаю, любовь в ее жизни, поэтому, конечно же, несмотря на все его минусы, несмотря на то, что не все мои зрители его любят, большинство, возможно, даже его недолюбливают, но несмотря на это, я все равно к нему хорошо отношусь. И да, пока у нас Машел вот так вот тут дремлет, как бы, да, Джулия на него смотрит, никак не может налюбоваться на этого мужчину бородатого заросшего, прекрасно все, я хочу вам сообщить, что для начала, для начала нужно вычесть деньги кодом, нужно отдать дань мафии, которую мы до сих пор не могли выплатить из-за того, что сначала мы не могли заплатить по счетам, но в предыдущей серии Трис, да, она оплатила все счета, все в порядке, поэтому мы спокойно можем избавиться от всех остальных наших денег, давайте я сделаю это прямо сейчас, money 0, да, прекрасно, у нас осталось 0,7 миллионов на счету, ну, как бы, легко пришли, легко ушли, хотя они не совсем легко пришли, но да ладно, давайте не будем на этом решать внимание, а в общем-то, что еще я хотела сказать, на самом-то деле у нас в игре должны произойти глобальнейшие изменения, потому что буквально недавно Трис мне написала в личные сообщения, в общем-то говоря, постучалась ко мне в личку с весточкой о том, что теперь она решила поменять правила для апокалипсиса, если вы его стартуете в городе Сулани, как и я, в общем-то, для начала, с самого начала, для этого города было такое ограничение, что здесь должно быть атомное как-то, атомное лето, да, ядерная жара, не знаю, как это объяснить, в общем-то, что максимальная продолжительность должна быть именно у такого времени года, как лето, это 28 дней, по-моему, да, 28 дней, все в порядке, 12 мы уже прожили, вот, и все остальные времена года у нас по 7 дней должны длиться, что, собственно говоря, изменилось теперь, Трис мне написала, что она решила поменять правила, и теперь в апокалипсисе, который вы стартуете в Сулани, должна быть вечная зима, вот так вот. Почему она решила принять такое общее решение? А все из-за того, что, как вы могли, наверное, заметить, летом в Сулани вообще ничего не происходит, то есть было бы, конечно, логично, и в принципе, что от этого города ожидалось, то, что летом здесь просто каждый божий день будет какая-то супертермоядерная аномальная жара, персонажи будут обливаться потом, страдать, кидаться к раковинам, чтобы попить водички, а этого нельзя категорически никак делать, и, в общем-то, в этом и должна была состоять вся сложность. В итоге, что мы имеем с вами на самом деле? А мы имеем с вами то, что летом абсолютно комфортные условия для жизни. Солнечно, тепло и абсолютно ничего более. Это не годится для апокалипсиса. Апокалипсис — это челлендж, в котором должно быть сложно, в котором должно быть тяжело и Симоводу, и персонажам, поэтому было принято решение, что в этом городе должна быть вечная зима, потому что именно зимой в Сулане начинается самая жесть. И заключается эта жесть в том, что в Сулане во время зимы открывается сезон просто каких-то сумасшедших гроз, которые шарашат с утра до ночи, и персонажи, соответственно, постоянно у нас ходят в напряжённом состоянии и могут дойти до, скажем так, пика своего напряжения, и потом абсолютно ничего не захотят по итогу делать. Вот это уже больше похоже на апокалипсис, и поэтому я с огромным удовольствием, с огромной радостью принимаю это новоизменение. Единственное, что как бы в чём загвоздочка. Вечная зима должна быть прям как в Sims 2, кстати, да, в апокалипсисе. Но я поковырялась прям вот по всем прошлась вкладкам в настройках игры, и, к сожалению, в Sims 4, в отличие от Sims 2, то есть вот как я понимаю. В общем, как я поняла, то в Sims 4, в отличие от того же Sims 2, мы почему-то, к огромному сожалению, не имеем права выставить такие настройки, чтобы у нас круглый год было одно и то же время года. Вот, потому что вообще это единственная вкладка, которая связана с временем года, и, как вы можете заметить, здесь вообще ничего нет, только продолжительность времен года есть, и всё, и параметры дождя, снега и вообще. И, собственно говоря, больше ничего здесь нету. Поэтому, то есть технически, как бы по классической версии Sims 4, мы не можем обеспечить нашим персонажам вещь на зиму в Сулане. Вот, но я, насколько я правильно помнила, и насколько, по-моему, это оказалось правдой, мы, в принципе, можем это устроить с помощью такого мода, как командный центр. Наш любимый всеми нами командный центр. И вот здесь вот у нас есть читы для погоды, и здесь у нас есть такая функция, как изменить время года. Вот, и здесь представлены все четыре времени года. Я так понимаю, что прямо сейчас мы можем нажать вот сюда, мы можем нажать на зиму, и у нас станет зима в сохранении. А на самом-то деле я бы применила эту функцию, и вообще впоследствии, то есть мне кажется, что мы бы смогли добиться вот этого вот эффекта вечной зимы, поскольку, допустим, вот если бы сейчас я выбрала время года зима, у нас бы на 28 дней стала зима, затем бы наступила весна, и мы бы опять вот так вот через командный центр выбрали зиму, и так, в принципе, до бесконечности. Таким образом, в принципе, как я понимаю, можно легко обеспечить вечную зиму в сохранении, однако, почему я этого до сих пор не сделала, да потому что мне немножечко страшновато за своё сохранение, я не знаю, что с ним после этого будет, я никогда не пробовала вот так вот менять время года, но с другой стороны, мне кажется, что можно было бы попробовать, и, возможно, прямо сейчас я изменю время года на зиму, и с сегодняшнего дня у нас официально начнётся вечная зима, я не знаю, давайте попробуем, очень любопытно, что из этого получится. Зима, всё, у нас с вами официально наступила зима, как вы можете заметить, пятый день из 28 нам показывает, интересно, почему именно пятый, не знаю, так, по календарю у нас всё вместе в порядке, а, это, наверное, с воскресенья оно как считается, да, то есть потому что вот сегодня четверг, мы выбрали вместе с вами зиму, и оно как бы перескочило через воскресенье, понедельник, вторник и среду, и, да, получается, пятый день, четверг, у нас включилась зима, и вот она, наша зима, слушайте, ну, прикольно, прикольно, давайте тогда, значит, мы так и будем делать, в моём апокалипсисе, в моём сохранении у нас отныне, значит, будет вечная зима, и вот так вот с помощью командного центра я буду поддерживать вот это вот состояние вечной зимы, да, и, конечно же, это не вечная мерзлота, но вечная зима и вечная гроза, не знаю, посмотрим, как задастся погодка у меня в игре, потому что Трис говорила, что у неё это просто какие-то дикие грозы, и, да, ребят, у нас с вами практически 12 часов ночи, а Джулия и нашей в 7 часов утра на работу, а что у неё по нуждам? А, Нона, в принципе, хочет развлечься, давай ты почитаешь, да, правильно всё, почитай книжечку, какую-нибудь вообще любую, вот, абсолютно любую, да, Маршал у нас пока дремит, кстати, что по поводу Маршала, по поводу Маршала, я думаю, что вы помните, как в предыдущей серии, ага, ага, прикольно, спасибо, а в предыдущей серии у нас, когда Маршал к нам переехал, то получилось так, что он опоздал на работу, и ему пришлось уволиться с его карьеры стилиста, да, меня очень позабавил этот факт, что он старался стилистом, да ещё и докрабкался до 8 уровня, это, конечно, очень любопытно, вот, но на данный момент сейчас Маршал нигде не работает, и, конечно же, нам нужно начать карьеру, и Трис в предыдущей серии сгенерировала карьеру для Маршала, и я скажу вам, что она меня абсолютно устраивает, это карьера тайного агента, я надеюсь, что я ничего не буду, да, тайный агент, и, конечно же, мы бы вместе с Маршалом, я думаю, попробовали закрыть именно алмазного агента, а не тройного, потому что в тройном агенте там, у первых, 11 ступеней в карьере, ну и, как бы, исходя из этого, Маршал вообще никак её не сможет закрыть, потому что уже у нас прожито, уже у нас прожито довольно-таки большое количество дней, и через 11 дней у него день рождения, да, а вот насчёт того, чтобы попробовать, хотя бы пытаться закрыть алмазного агента, мне кажется, что можно было бы это осуществить, вот, поэтому давай ты у меня как проснёшься, воспользуешься телефоном и начнёшь карьеру, так, ты там что делаешь? Я переживаю, чтобы она у меня только в компьютере не сидела, потому что это запрещено, это у нас печатная машинка, да, и тебе за ней абсолютно делать нечего, кстати, у тебя по рабочим заданиям всё завершено, да, у нас теперь есть, есть над кем руководить обучением фитнесу, это очень здорово, мне кажется, наконец-таки мы будем ходить с выполненными ежедневными заданиями, и я надеюсь, что из-за этого мы будем повышаться быстрее, да, я думаю, что Джулия нас сейчас почитает, маршал у нас сейчас немножечко отоспится, вот, и после этого мы выберем ему карьеру, да, вот он у нас проснулся, у него тут прекрасный модель, это идеальное понимание, конечно, приятный разговор, всё замечательно, так, да, мы с вами вместе выбираем карьеру, карьеру, где она у нас, вот, тайный агент, да, видите, алмазный агент и злодей, нет, злодея мы точно не будем закрывать в этом поколении, мы попробуем посягнуть на алмазного агента, и у нас, кстати, с 7 до 15, это получается, что у нас он работает вот прям как Джулия, да, она тоже всем отрохует на работу, и сейчас у нас выходные суббота-воскресенье, и все остальные рабочие, а сегодня у нас пятница, блин, скидь, везёт мне, конечно, везёт моим всем на выходные, это прям кошмар какой-то, ну ладно, делать нечего, давайте устраиваться на работу, и нам нужно просмотреть базу данных разведки, окей, ты вообще как себя чувствуешь? Ага, ты доедаешь свой гамбургер, я так понимаю, да? Ну хорошо, приятного тебе аппетита, да, кстати, я думаю, вы прекрасно помните, что нас Джулия должна помочь Маршалу вспомнить всё, или не совсем всё, этого я ещё не знаю, этого я пока что сказать вам не могу, потому что я ещё не решила, да, мне кажется, что Джулия у нас, вот как раз пока Маршал спал, там на лавочке дремал, мне кажется, что Джулия как раз-таки думала о том, вообще, стоит ли ему действительно рассказывать прям всё-всё, или стоит, скажем так, утаить от него кое-что, потому что я думаю, Джулия у нас будет беспокоиться, как бы её возлюбленный не стал, снова-таки по-настоящему одержим своей идеей, по поводу сестры, да, хотя, в принципе, он-то её исполнил, но, по большому счёту, теперь он не может её не увидеть, ничего, если только она тут где-нибудь мимо проходить не будет, да, кстати, ребята, меня очень многие спрашивали про Гвен, про родную сестру Маршала вообще, где она, как она, что она, на самом-то деле, с ней всё в порядке, она живёт в Винденбурге, прекрасно себя чувствует, замуж пока что не вышла, вот, ну и мимо она здесь ни разу не проходила, как вы могли заметить, так, ты что, поправилась всё у меня? Вот это вот не надо, давай мы с тобой вот это вот выбросим, да, нам же можно, да, нам можно, по-моему, выходить вот сюда, это за пределы участка, нельзя выходить, окей, хорошо, так, ты почитать хочешь? Ну, можешь, в принципе, почитать, а Джулия у меня, да, правильно, Джулия молодец, Джулия знает, что делать, она уже подкована, у меня такой персонаж, я могу вообще не управлять практически, думаю, она сама у меня всем разберётся, всё сделает, да, ну что, ребят, я думаю, что у меня персонажи будут сейчас тут такой всякой ерундой заниматься, и я присоединюсь к вам уже в тот момент, когда будет какое-то оживление. Фактически контент 18+, Маршал купается в водопаде, и пока он всё это делает, я хотела вам сообщить, что я немножечко протупила на самом-то деле, и что Маршал у нас в ближайшие 3 дня будет находиться дома, потому что его отправят на работу только в понедельник, и целый пятник, субботу и воскресенье он проведёт у нас дома. Это, если честно, ужасно, это просто ужасно, да, вот Джуля у нас молодец, Джуля отправляется на работу уже прямо сейчас, да, и давайте я, как всегда, дам ей действия, конечно же, упорно работать, вот, я надеюсь, что он там хорошо прокачается, да, что касается Маршала, то я даже не знаю, что делать, вот, я думаю, что, в принципе, было бы довольно-таки логично, если бы мы вместе с вами занялись прокачкой этого персонажа, да, давай, так, всё, ты искупался, ты молодец, давай иди сюда, вот, и если бы мы вместе с вами начали прокачивать персонажа по навыкам, навыкам, которые нужны для карьеры тайного агента, в 74, вот, и я как раз хочу себе сейчас вообще напомнить, что нам для этого нужно, и если мы можем что-то прокачать на данный момент, то я думаю, что прямо сейчас мы этим вместе с вами и займёмся, потому что, а что ещё делать? А что ещё делать? Это же апокалипсис, конечно же, да, и, как вы можете заметить, несмотря на то, что у нас зима, у нас погодка пока прекрасная, солнечная, даже тепло, то есть, в принципе, несмотря на то, что зима, но, как бы, у нас ничего толком не поменялось, да, ну что, ты доволен с собой? Ты доволен с собой, скажи, да, поселился вообще у девчонки, она такая прикольная, мне так как-то даже, возможно, нравится, очень интересно, почему у меня такое чувство, как будто бы я её знаю, как будто бы, как будто бы у нас с ней что-то уже было, интересно даже, действительно, почему у тебя такое чувство? Так, ну, давайте сначала, я думаю, что я отправлю тебя выполнить рабочее задание, это, конечно же, просмотреть базу данных расцветки, это, по-моему, с помощью компьютера делается, да, карьера, так, нет, сеть, вот, просмотреть базу данных разведки, для рабочих заданий нам можно использовать компьютер, надеюсь, что я ничего не путаю, не нарушаю сейчас ничего из этого, так, во второй ступени карьеры нам нужно что? Нам нужен второй уровень, а, всё понятно, нам нужна логика, нам нужен навык логики, а шахмат у нас, собственно говоря, нет, к сожалению, о воскресенье, я знаю, что мы прикупим с вами, да, это, кстати, это, кстати, хорошо, вот у нас будет вместе с вами воскресенье, да, и Джулия, я надеюсь, принесёт денежку, неплохую, и мы сможем приобрести себе шахматы, я очень сильно надеюсь, что нам на них хватит, потому что это, по-моему, не совсем дешёвое удовольствие, так, и также нам нужно будет развивать навык обаяния, как я понимаю, логика и обаяние у нас с вами идут, да, логика обаяния, логика обаяния, ну, понятно, я почему-то думала, что нужен фитнес, вот, но, видимо, это не отсюда, да, всё правильно, нам нужен десятый уровень навыка логика, и восьмой уровень обаяния, ну, что же, ясно, ясно, значит, значит, будем общаться с нашей Джолией, что это такое, прочитанный секрет безопасности, нифига себе, это каким-то образом зашёл не туда, куда тебе надо было, расскажи мне, деловой такой, так, ну, обаяние, это только, это только если с помощью общения прокачивать, конечно, вот, то есть, по сути, по сути, мы даже сейчас никак, мы сейчас никак маршала-то и не прокачаем, эх, вот это, конечно, жалко, да, кстати, три спрашивала, кто это так одел маршала, это я его так одела, это я его так одела, это его наряд для жаркой погоды, вообще прекрасно, шестой день зимы у нас стало жарко, и у меня даже впервые Симы начали одеваться для жаркой погоды, господи, с этим Суланей, по-моему, что-то вообще не так, что не так с тобой, город островной, так, ребята, у нас Джулия вернулась только что с работы, вернулась и грустная, да, у нее грустные мысли, вот, и, хотя, ну, нет, нормально, нормально, я уже, наверное, наговорила лишнего, нормально, в принципе, она продвинулась, я надеюсь, что в воскресенье она уже получит свое повышение до седьмого уровня, но было бы очень даже неплохо, вот, мне кажется, что давно уже пора, да, мы с Маршалом до сих пор, до сих пор стираем, он у нас просто в отвратительном состоянии, стирает он уже третий раз на это же белье, да, проходит обряд поступления официального в апокалипсис, не знаю, как он раньше там сам справлялся, но Джулия у нас грустит, немножечко, вот, наверное, все-таки думает, что же ей делать со всем этим, как ей быть, да, и что тебе нужно, конечно, жарковать обучением фитнесу, я думаю, ты Маршал, конечно же, помучаешь, иди сюда, пока что, вот, и я думаю, что нам можно было бы приготовить покушать, кстати, кто у нас тут, Келли Гудсон, Рафик у нас, да, Рафик Гудсон, это, кстати, муж и жена, насколько я помню, так, нас тут, кто, кто, покажите мне, Блинский, кто у нас тут ходит, по-моему, это Барбара, да, Барбара Престон, нам тут командный центр выдал недавно, сегодня ночью, что она забеременела, вот, замуж не вышла, но забеременела, бывает, что уж тут скажешь, да, иди, хотя, знаешь, что, нет, давай ты прям вниз сюда, спускайся к своему, другому, ненаглядному, посмотри, как он здесь мучается, вот, может быть, дашь ему какие-то, какие-то советы, поруководишь обучением в стирке, вот, ну что, как у тебя дела, скажи, боже, как вообще, как она с этим справлялась одна, я уже не могу больше, скажи, ой, маршал, привет, как твои дела, так, давай поднимешь его настроение, вот, да, скажи, ой, боже мой, какой свинюшник, кошмар, надо будет все это убрать, да ничего страшного, я думаю, он его уберет, ну а что, ребят, сам насвинючил, пускай и сам и убирает, стоп, а ты что прокачиваешь, я не поняла, погодите, фитнес, серьезно, во время стирки прокачивается фитнес, офигеть, вот это, вот это сейчас, вот это я сейчас просто, у меня мир перевернулся, я либо не знала, либо забыла, так, стоять, стоять, вздремнуть, ну-ну-ну, погоди, безупречная влажная, аллилуйя, на третий раз у нас получилось, скажи, ну что, как ты себя чувствуешь, может быть, ты что-нибудь вспомнила, Маршал, скажи мне, нет, ничего у тебя в голове не возникало, ты знаешь, было пару раз у нас, говорит Маршал, как-то вот, я смотрю на тебя, и у меня абсолютно такое ощущение, как будто бы я тебя знаю, и более того, знаешь, знаешь, Джулия, можно я тебе, можно я сделаю какое-то откровение, я, конечно, не знаю, к чему это все приведет, но мне кажется, что я должен тебе это сказать, да, говори, что такое, ты что-то вспомнил по поводу меня, ты знаешь, мне кажется, вот смотрю на тебя, мне кажется, как будто бы нас с тобой что-то, как будто бы нас с тобой что-то связывало, вот чувствую, я к тебе что-то, знаешь, такое теплое, очень положительное, очень положительное, очень положительное, и, ну, конечно же, в первую очередь дружеское, но в каких-то моментах, мне кажется, что не совсем и дружеское, возможно, что-то большее, Джулия говорит, правда, ты уверен, ты уверен, что ты это чувствуешь, Маршал, может быть, может быть, я даже не знаю, тебе показалось, еще раз, ну-ка, взгляни на меня, давайте мы взглянем на Джулию поближе, да, вот, и скажи, да, ты знаешь, вот прям, вот, вот, дай я тебя обниму, о, да, я определенно, я определенно уже что-то подобное чувствовал, да, ты знаешь, это очень знакомое ощущение, мы с тобой, мы с тобой, по-моему, раньше точно обнимались, как жаль, что я не помню, как жаль, что я ничего не помню, так, что ты мне скажешь, я не ошибся случайно, по поводу, по поводу того, что нас что-то объединяло, то я сейчас могу наградить чего-то, и, в общем-то, и все будет не очень хорошо, ну, как тебе сказать, нет, ты не очень-то, я ошибся, ну, давайте мы, подлизываться, давайте мы попробуем, похвалить внешний вид, Машула, да, скажи, ты знаешь, я очень рада, что ты вспомнила об этом, потому что мне было очень грустно, что ты совсем ничего не помнишь, вот, и я скажу тебе, что не зря ты это чувствуешь, потому что, на самом-то деле, я тоже чувствую к тебе далеко, не только дружбу, правда, ты серьезно, это, это так круто, мы с тобой, первый поцелуй сразу, мы с тобой были связаны какими-то, что, отношениями, ну, знаешь, Джулия у нас говорит, давай, может быть, не будем с тобой торопиться, да, вот, я скажем так, я тебе такой намек сделала, может быть, ты еще что-нибудь вспомнишь, ну, я, конечно, попытаюсь, а когда ты мне расскажешь, когда ты мне все расскажешь, когда ты мне поможешь вспомнить все, ну, когда, когда, когда настанет нужное время, пока что я предлагаю прибраться, да, давайте, действительно, мы лучше приберемся, Маршал, давай мыть с тобой полы, вот, а Джулия у нас, Джулия у нас пойдет, я не знаю, можно ли нам уже готовить есть, я не помню просто, во сколько мы готовили вчера, да, кстати, я совсем, совсем не смотрела, кто здесь ходит, вот как Маршал поселился, так я и что-то вообще, совершенно, даже ни разу не провели, не проверяла местность, но я смотрю, что здесь абсолютно все те же, наша Джилл, да, вот, это кто, это у нас Белла Магова, ну да, опять-таки все те же, Диего, я помню, Матера у нас тут проходил, тут у нас Рафик, рыбку ловит, и все прекрасно, так, ну давай поднимайся, Джулия, я думаю, что уже можно, в принципе, готовить с тобой нам, так, ребят, нас Джулия уже приготовила хундошки, вот они, великолепного качества, все супер, сейчас носила почитать книжечку, если вы вдруг сомневались, что эти двое любят друг друга, да, то я хочу просто вам продемонстрировать, я буквально решила так, знаете, посмотреть, с чем вообще персонажи думают, и чисто один раз, вот один раз я нажала крестик на этом желании, на этом желании, посмотрите вот сюда, и посмотрите вот сюда, честное слово, я не делала по сто раз там, не отменяла им желание, я только сбросила те, что были, и вот просто посмотрите на это, и давайте вместе с вами взглянем, что именно содержится в этих желаниях, тут у нас, значит, влифтовать, и заняться в уху, это у них еще даже не было первого поцелуя, и просто обратить внимание на их, в общем-то, показатели романтики, какая у них романтическая полосочка, ее вообще практически нет, и что у нас у Маршала, это узнать лучше Джулия, и заняться в уху с Джулией, да, я таки понимаю, что ты негодяй такой, что ты негодяй такой, уже начал припоминать, что у вас там было, и чего не было, и решил восполнить то, чего не было, так, фестиваль специй, не-не-не, никаких фестивалей специй, это все неправда, это все замануха мафии, на такое нельзя вестись, да, так что, я не знаю, я не буду, может, закреплять, вот, но, если что, мы поняли, что они оба этого хотят, прям, вообще, и что я говорила, я думаю, что Джулия все-таки не сможет позволить себе что-то скрывать от своего любимого человека, и она ему, вот, прям, все как есть, она ему все обязательно расскажет, вот, только давайте приводите себя в чувство, что это стертые руки, ничего страшного, у тебя вон ручища какие, наша Джулия своими маленькими, худенькими ручками, сама все вон стирала, ну, хотя у нее ручки тоже, конечно, очень маскулистые, возможно, даже больше, чем у Маршала, но это все не важно, все равно она очень худенькая, Бобби Ломбард, спасибо, конечно, за приглашение, да, я говорю спасибо большое за приглашение, но мы не можем, и мы отказываемся, но спасибо, спасибо, кто это, кто это, Destiny Crazy, засолитель, ой, засолитель, боже, что я несу, язык мой язык, Destiny Crazy, да вы, да вы Crazy, по-настоящему, вы что вообще делаете, вы что нам тут свинечите, свинячите, сейчас, сейчас просто, сейчас выйдет Маршал, сейчас выйдет Джулия, один другого краша, посмотрите, какая же, посмотрите, какая, какая вредная жопка, а ну стоять, а ну стоять, я думаю, Маршал почуял, что здесь что-то не так, вежливо попросить уйти, спросить по правонарушению, да что тут спрашивать вообще, не, ладно, я думаю, ругаться мы не будем, давайте вежливо попросим уйти, объясним, что так нельзя, а ну стой, женщина, а ну стой, женщина, куда пошла, куда, это что, это бегство с места преступления, да, как мусорить, так ты гораздо, да, а как поговорить с Маршалом, так ты боишься, да, а ну иди сюда, а ну иди сюда, женщина с татуировками, с красной помадой, посмотрите на нее, какая, Destiny Crazy, блинский, вообще, что вы делаете, Маршал, скажи, вы что, вы что себе позволяете, барышня, я тоже себе такое позволяла, скажу вам, скажу вам по секрету, ничего хорошего, и ничего в этом вообще завидного нету, вам бы прекратить заниматься этим, да проваливать отсюда, во добро поздорову, потому что, знаете, моя девушка культурист, и что, девушка культурист, за ее спиной, что ли, прячься, слушай, ты не нарывайся лучше, мой тебе совет, ты не нарывайся, август, здравствуйте, не хотите сходить на свидание, ты серьезно, август, слушай, как нам, так ты отказывал, отказывал нам с Джулией просто безбожно, а как только мы поселили себе маршала, ты решил бы нас пригласить на свидание, ну уж нет, наверное, я просто позвонил Джулией, набрал, и решил спросить, ну что, как, вообще, как ты себя, вообще чувствуешь, как у тебя с настроением, Джулия говорит, ой, слушай, август, спасибо большое за то, что позвонил, посмотрю по странице, с ума сошла, тебе нельзя этого делать, ты что, перестань, да, ну вот она, прям от августа, только что прочитала, наверное, какую-то весточку, говорит, слушай, август, у меня тут такой, в общем-то, завал по дому, я не могу ответить, да, ну спасибо, что позвонил, спросил, как я, у меня тут все в порядке, ты не переживай, я тебе обязательно потом все расскажу, только давай при встрече, ты только приходи, приноси счета или еще хоть что-нибудь, я тебе все обязательно расскажу, потому что рассказать есть что, да, а тут у нас разборки, барышня, Destiny Crazy, вы что, вы нам хамите? Скажи, ну я же вас, по-моему, не обижал, я же вас не оскорблял, в чем вообще дело, что происходит? Ой, ну ладно, я тут просто, понимаете, мафия предложила меня хорошо покормить, если я выполню это дело, я подумала, почему бы и нет, ну, посмотрите, вы же такая, хорошая девушка, что же вы делаете? Молодая, симпатичная, вас же никто не полюбит, если вы вот так уходите, это же не игрушки, но в самом-то деле, мы здесь стараемся поддерживать порядок, а вы здесь что? Ой, занудный какой, и ты перестань ты уже, будешь мне еще указывать, что делать? Короче, все понятно с ней, Маршал, все с ней понятно, кидай ее вообще, кидай ее, скажи, до свидания, до свидания, можно я сказать до свидания, попросить уйти, вот, пожалуйста, Дестани Крейзи, пожалуйста, уходите, и не приходите, вот, давайте это выбросим, ты куда? Не-не-не, никакого компьютера, ты что, с ума сошла? Да, Маршал, скажи, послушайте, пока я не сообщил, кому надо о том, что вы здесь делаете, идите по добру, по здорову, ну ладно, ладно, а вообще, я запомнила тебя, вообще, вскипятил меня, разозлил, выбесил тоже мне, Крутовелла нашелся, спаситель мира от мусора, ой, разозлила мне Маршала, слушай, меня, Маршал хотел заняться чудесными делами с Джоли, а ты его только разозлили, противная женщина, противная женщина, я думала, все, какая красивая Симочка, вот бы она, может быть, мимо прошла, мы бы с ней подружились, куда спать, куда спать, дорогой мой, спать точно не пойдешь, иди сюда, иди сюда, иди сюда к Джоли, я говорю тебе, все, сейчас будем с тобой тренироваться, сейчас будем с тобой тренироваться, если ты хочешь, избежать маразма в старости, будешь стоять у меня здесь и тренироваться, вот так вот, нормальненько, Нормальненько, сейчас тебя Джулия подбодрит. А ну-ка, наставник, давай, Джулия. Давай, моя хорошая. Так, а что ты тут? Накусочничали, слушайте, не доедают. А что ты не доел? Или это я тебя отвлеклась от Эдэстония? Да, скажи, ну что, давай-ка я тебя ещё потренирую. Потому что, знаешь, мало ли кто у нас в мире ходит. Ну да, я уже понял. Я уже понял, что разные бывают личности. И не всегда лицеприятные, как ты, дорогая моя соседка. Ну да, вот и я о том же говорю. Смотрите, какая она милашка улыбается. Думает, да? А я ему приятна. Видимо, я ему всё-таки нравлюсь. Ой, это хорошо, конечно. Так приятно. Да, сразу стала уверенная в себе. Всё, вообще супер обалдеть. Так, всё, давай отлично спи. Джулия, Джулия, тебе, кстати, позаниматься бы, да, правильно. А, нет, не просматривать книги. Тебя бы нормально так почитать. Маршал пока пошёл в твою кровать. Я думаю, ты не против, ты всё равно себе спать не хочешь. Вот, давай мы с тобой почитаем книжечку. Вот. И на самом-то деле, я думаю, что серия уже выйдет очень длинная. Поэтому я буду на этом заканчивать. И всем огромное спасибо за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok